Ялта и Ницца в 2020 году отметят свое 60-летие побратимских отношений. Об этом поговорим с Викторией Шевченко. Она на прямой связи с нашей студией. Виктория, доброе утро. Какие мероприятия планируют в честь юбилейной даты? Антонина Александровна, доброе утро. Действительно, Ялта в этом году отмечает 60 лет побратимства с городом Ницца. И поэтому, какие мероприятия пройдут в городе, что намечено, мы поговорим с руководителем аппарата администрации Ириной Романец. Ирина Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Уже намечен план мероприятий? Как мы будем отмечать такую красивую дату? Да, начнем с того, что город Ницца, как город побратим города Ялты, в этом году мы отмечаем 60-летие. Это был первенец среди городов побратимов, а сегодня у нас их уже 17. И в этом году мы, безусловно, будем отмечать эту дату. И празднования уже начались. И глава нашего города буквально два дня назад вернулся из официальной поездки в город Ниццу, где была делегация города, делегация региона на празднованиях этого события. И, безусловно, города, вообще побратимство, это очень эффективная мера сотрудничества и развития наших городов. И, безусловно, то, что наши коллеги увидели, то, к чему они прикоснулись в городе Ницца, безусловно, пойдет на пользу и будет служить развитию нашего города. Были прекрасные праздничные мероприятия, они участвовали в карнавале. Наш глава, Иван Иванович, конечно, безусловно, увидел важные вопросы организации жизнеобеспечения города. В том числе и в обеспечении праздничных мероприятий и всех процессов, связанных с функционированием городской среды. А то, что касается наших мероприятий по празднованию, у нас 17 городов-побратимов. Среди них Ницца, среди них американский Санта-Барбара, немецкий Баден-Баден, например, египетский Шар-Мальшейх и другие города. То есть у нас очень интересная палитра городов-побратимов, и мы тоже уже начали подготовку к этому событию. И в рамках празднования Дня города, которое мы будем отмечать в этом году, 8-9 августа, у нас будут запланированы большие праздничные мероприятия, и мы, безусловно, будем ждать в гости представителей наших городов-побратимов и обязательно Ниццы. То есть к нам приедут наши представители из городов-побратимов? Да, конечно, мы будем приглашать всех и будем ждать в гости наших партнеров, наших коллег. Ну вот, коллеги, ваша администрация была в Ницце. Вот мне интересно, все жители города, ну вообще, вот много горожан знает, что Ялта и город-побратим. У нас, к примеру, я знаю, что у нас стоит на набережной Стелла городам-побратимам, там все написано, поэтому мы читаем и помним. А как в Ницце? Да, очень такая прекрасная комплементарная среда в городе. Наши коллеги оценили, что горожане очень дружелюбные, очень хорошо воспринимают россиян, воспринимают наш город. И была прекрасная дружеская атмосфера, и мероприятия прошли на самом высоком уровне и в хорошей, дружеской, такой теплой атмосфере. И я думаю, что, наверное, вот когда мы в День города будем праздновать, ну наш праздник, города-побратимы, может быть, сделать телемост со всеми городами, на набережной большой экран, мы все будем видеть. Да, Виктория, это вы включили телевизиончик. Да, это я решила, что, возможно, так будет действительно красиво отметить такой праздник замечательный. Очень хорошая идея, почему бы нет. Давайте обсудим, как это сделать технически, и мне кажется, эта идея понравится и нашим партнерам, французам. Такая хорошая идея, мы им покажем, как у нас. И вот еще хотела, вы сказали, Иван Иванович видел карнавал. У нас в Ялте будет карнавал когда-нибудь, такое вот шествие красивое. У нас есть парад Дед Морозов, тоже своего рода карнавал. Но хотелось бы вот такой какой-то, не знаю, может быть, исторический, может, мы пойдем в чеховских костюмах. Но что-то очень красивого хочется. Город подумает на такие мероприятия? Да, Виктория, мы не просто подумаем, мы уже активно занимаемся проработкой, как это сделать. Конечно, сразу рассчитывать на какое-то крупномасштабное мероприятие мы не можем, но первые мероприятия, и причем это не первые, у Ялты хорошие традиции, в том числе и таких вот уличных мероприятий карнавального плана. Поэтому нам сейчас надо это все поднять, посмотреть всех участников, объединить всех людей, которые этим живут, которые могут принять участие в подготовке этих мероприятий. Мы этим занимаемся. Будем надеяться на карнавал. Абсолютно. Очень хочется. Спасибо. Антонин Александр, я передаю эстафету хороших новостей вам. Большое спасибо вам, Виктория. Желаем и вам, и вашим гостям отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи была Ялта. И частичная Ницца, и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.